Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели! Сегодня мы с вами поговорим о теме признания Нагорного Карабаха и его последствиях, а также Зангизури и Ереване в составе Азербайджана и о так называемом армянстве. Сразу отмечу, что обсуждать этот вопрос с точки зрения Азербайджана мы не будем, так как Нагорный Карабах это неотъемлемая часть Азербайджана с юридической и фактической точки зрения. Однако в мире есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы отделить Карабах от Азербайджана и в дальнейшем присоединить его к Армении. Скорее всего вы слышали, что не так давно французский сенат принял резолюцию, призывающую Францию признать Нагорный Карабах. За принятие резолюции проголосовало 305 сенаторов из 306 и только один сенатор выступил против. Суть так называемой резолюции была в том, что французский сенат осуждает развязанную 27 сентября агрессию Азербайджана против Карабаха и призывает принять меры для возвращения установленных в 1994 году границ. После таких предложений французский сенат по-хорошему вообще нужно распускать и гнать всех шею, так как такими действиями они полностью перечеркивают все международное право и резолюцию ООН по Карабаху. А что означает формулировка «меры для возвращения установленных в 1994 году границ»? Реализация этой формулировки будет означать нападение на целостность и суверенитет Азербайджана, так как это были всегда территории Азербайджана, которые в 1994 году также являлись территориями Азербайджана, согласно международному праву, но которые были оккупированы и это всегда признавали во всем мире, кроме так называемых «прости господи» политиков, а на деле просто купленных представителей интересов армянского лобби. А вот совсем на днях нижняя палата парламента Бельгии приняла резолюцию по Карабаху. Вкратце, ее суть в осуждении действий Азербайджана, в спасении населения, пострадавшего от войны, в привлечении ответственности в виновных военных преступлениях и в праве армянского народа на самоопределение. При этом о спасении азербайджанского населения, пострадавшего от войны, речь не ведется. Как можно заметить и вообще во всем мире гробовое молчание об азербайджанских беженцах. Российские миротворцы возвращают и кормят армянских беженцев, восстанавливают их дома и инфраструктуру, причем за деньги России, а не за деньги мирового армянства. Запад кричит об армянских беженцах, а про азербайджанских и речи не идет, как будто их не существует. Но слава богу, у Азербайджана достаточно друзей и союзников в этом мире, которые помогут восстанавливать Карабах за собственные деньги Азербайджана, в отличие от Армении. А точнее даже не восстанавливать, а выстраивать с нуля, после того, как Азербайджан избавится от армянского гостеприимства в виде мин, которые хитро спрятаны в разных местах и которые приходится выискивать людям самим, просто за отсутствием карт минных полей, потому что армяне либо их не вели, либо не хотят их выдавать. А второй более вероятно, так как мины и ставились для того, чтобы как можно больше военного и гражданского населения Азербайджана на них в итоге подорвалось. А если кого и привлекать к ответственности в военных преступлениях, то прежде всего нужно начать Раика Рутюняна, который почему-то до сих пор спокойно обнимается, как с братом с Рустамом Мурадовым и ходит по улицам, по сути являясь международным террористом, виновным в гибели мирного населения Азербайджана с целью устрашения и деморализации азербайджанского общества, что является точным определением терроризма. Вообще у меня все больше складывается впечатление, что Европа, как исконная защитница закона и права, сама все меньше следует закону и праву, а все больше прогибается под интересами различных лоббистских групп, которые имеют очень сильное влияние на политику. Нужно также учесть, что армянское лобби очень сильно как во Франции, так и в Бельгии. И вообще это такая двуличная, лицемерная, по сути грязная политическая игра Армении, всегда решать вопросы как-то за глаза, через кого-то, обходными путями, но никак не прямо. Считая 30 лет, сама Армения не признает независимость Карабаха, тем самым соглашаясь, что Карабах это Азербайджан. При этом все время мы не манипулируя, ища хитрые обходные пути признать Карабаха через кого-то, подставляя третье лицо, но никак не саму себя. Обычно армянские политические деятели прямо не отвечают на вопрос о том, почему вы не признаете Карабаха. Но когда их загоняют в угол, они все же отвечают, и опять же, нечестно отвечают, что мы не можем признать Карабаха, так как это будет свидетельствовать о превзятости и ангажированности Армении на политической арене. Хотя дело совсем в другом. Армения не признает Карабах по вполне мерокантильным политическим и экономическим интересам, так как признание Карабаха просто невыгодно Армении. А вот если будет такая ситуация, что большинство стран мира признают независимость Карабаха, тогда Армения сразу же объявится и также признает Карабах. Если говорить о выгоде признания Карабаха, можем сделать выводы, что выгодно признавать Карабах только таким же непризнанным государством, как сам Карабах, как Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье. А если говорить о признании Карабаха России, то в данный момент у миротворческой миссии России, помимо гуманитарных целей, и вполне мерокантильные интересы. Это просто геополитика. Военное, политическое и экономическое усиление России на Южном Кавказе. И пока Россия этим довольствуется. Россия сейчас и кормит армян, и восстанавливает их жилища, выстраивает инфраструктуру, издает рабочие места для местного населения. Что удивительно, Россия сейчас делает куда больше для армян Карабаха, чем сами армяне из Армении и мира. Позиции России в этом вопросе часто зависят от положения дел, повестки дня и конъюнктуры. Например, уже после демонстрации силы и победы Азербайджана, Владимир Путин сам стал неоднократно признавать, что мол да, Карабах это Азербайджан. Но как правило, судя по внешней политике России, если Россия где-то получает влияние, то это говорит о том, что она сильно укрепляется и пускает корни. И за последние десятилетия Россия еще не свернула ни одной военной базы. Тем более, российская база в Карабахе это всегда фактор влияния и манипуляции той или другой стороной. Если бы армяне были последовательны как азербайджанцы, уважали бы закон и международное право и вернули 7 районов Азербайджану, то у них была бы хоть какая-то возможность размышлять о независимости НКР. Но после всего, что они сделали, они сами перечеркнули себе эту возможность. Так что любые нормальные государства не будут признавать Карабах, так как это будет означать, что они самолично попирают закон и международное право. И тем самым это будет означать полный разрыв любых дипломатических и экономических связей с Азербайджаном. Давайте подытожим. Кто реально признает Карабах? Армения? Она не будет этого делать, пока этого не сделают другие. Россия не смотря на милые понебратские обнимания Араика Рутиняна и командующего миротворческим контингентом Рустама Мурадова, Россия будет действовать из личной выгоды и геополитической повестки дня, как и всегда это делала. И пока у нее хорошие отношения с Азербайджаном, об этом и не может идти речи. Запад? Армянское лобби хоть там и сильно, но не настолько, чтобы перечеркивать международное право и закон и отношения с Азербайджаном. А теперь давайте поговорим о так называемом армянстве. Армения, считай, 30 лет не признавала Карабах. Если бы представители нацистской идеологии так называемого армянства были последовательны во всем, как Азербайджан, и признали Карабах, если в теории так и будет, и они присоединят Карабах к Армении, то это будет означать нарушение струненитета Азербайджана и, по сути, объявление войны Азербайджану. И в случае этого Азербайджан имеет полное право напасть на саму Армению, ввести свои танки в Ереван и поставить свое проазербайджанское руководство. Да, исторический Зангизур и Ереван – это бывшие азербайджанские ханства, на которые Российская империя массово зателяла армян. Но это не значит, что по международному праву они являются Азербайджаном. Азербайджанцы не должны уподобляться армянам в этом, так как уважение к закону и международному праву и отличает Азербайджан от Армении. Однако Армения сама делает все возможное для того, чтобы численность населения Армении массово уменьшалась, как и в Европе. Но в Европе, в отличие от Армении, нет националистических, моноэтнических государств. Например, в излюбленной и воспеваемой армянами Франции коренное население также вымирает за счет малой рождаемости, как и в Армении. Но при этом в Европе население не уменьшается, так как Европа замещает падение рождаемости массовой миграцией, в том числе и миграции с Армении. А мигрировать в саму Армению никакого желания не возникает, даже у самих армян. А мало того, что рождаемость в Армении падает и наблюдается массовый отток армян из Армении, так еще и благодаря последним событиям отток армян из Армении только усилится. Из всех народов мира, помимо арийцев и первых людей, армяне часто сравнивают себя с евреями, но только евреи возвращаются в Израиль, а не массово убегают из него, как армяне из Армении. И если руководство Армении не предпримет никаких попыток спасти Армению, и если оно не откажется от своей пагубной нацистской идеологии армянства, то в Армении просто некому будет в будущем жить. Это будут просто пустые территории, степи и пустыни, которые никем не будут заселены, наподобие украинского Чернобыля. Только в этом случае причиной была трагедия на ядерном реакторе, а у армян трагедия как образ жизни – это деструктивная нацистская идеология армянства. Армяне мира сколько угодно будут кричать, что Армения – это их родина, хотя сегодняшняя Армения – это исторические провинции азербайджанских ханств. А попытки отсылок к некому древнему Арцаху мы увидели в Карабахе, что люди, для которых якобы эта древняя родная земля, жили там скорее как нацисты в оккупированных деревнях, целью которых было как можно больше нагадить и испортить, а уходя все заминировать и поджечь. Родные хозяева своих земель, которым разрешено остаться и продолжать там жить, так точно не делают. То же самое можно сказать и о так называемом древнейшем армянском Зангезуре и Ереване. Армяне мира ничего не могут сделать с вымиранием армянского населения Армении, при этом сами не поедут жить в Армению, работать, строить и создавать семьи, не только потому, что в России, Европе и США комфортнее, а потому, что они не чувствуют никакой связи с Арменией. Они везде кричат, что первые приняли христианство, при этом их церковь – единственная в мире церковь по национальному признаку, и к тому же она считается всеми остальными церквями мира как еретическая. Они часто говорят, что понтиюркизм – это нацистская идеология, при этом у них самих чуть ли не половина всех фамилий имеет тюркские корни. Но только в отличие от армян, тюрком можно стать, а армянином – никогда. Армянином можно только родиться. А что на самом деле так называемое армянство? По сути, это смесь нацизма, лжеистории, фейков, мнимого величия, воровства чужой культуры, музыки, кухни, истории и принятие всего чужого за свое, и попытки доказать всему миру, что это их исконное, и что во всем именно они были самые первые. Но ключевое слово – были, и то не факт. А есть сегодняшний мир с сегодняшними реальными и проблемами, и нужно жить настоящим, а не прошлым. И если армяне это поймут, я откину свою нацистскую, пагубную идеологию армянства, которая всегда являлась причиной всех проблем и страданий армян и окружающих их народов, то тогда они лишат и себя, и окружающий мир всех этих проблем и страданий, следствием которой и являлась последняя война, которая Азербайджан победил и заставил всех сторонников армянства, поджать хвост и опустить голову.